Всех приветствую, друзья! В эфире Телегид и я, Анна Троян, расскажу, как провести новогодние каникулы в компании нашего канала. Готовьтесь всю неделю отдыхать душой и сердцем. Подробности ловите прямо сейчас. Друзья, специально для вас наша команда подготовила специальный новогодний выпуск новостей. В нем мы собрали только праздничные и свежие сюжеты. Каким будет год быка? Чем живет главный зимний волшебник? Как не сбить режим в каникулы? И секреты вкусного стола? Все это ждет вас на протяжении целой недели. Не пропустите! Делю ингредиенты для двух салатов. Для особого оливье половина картошки и два яйца. Для традиционного рецепта три картофелины и пять яиц. Что? Что-что! Теперь переходим к самым главным ингредиентам, которые сделают наши два оливье абсолютно разными по вкусу. Первые дни января – это время чудес. Именно поэтому на ЛРТ вас ждет одна из последних экранизаций о белоснежке. Джулия Робертс прилагается. Злая королева, мечтающая выйти замуж за красивого и богатого принца, выдворяет из дворца белоснежку и берет власть в свои руки. Но милая девушка не погибла в темном дремучем лесу, а связалась с бандой гномов, разбойников. Вместе они точно отомстят злодейке. Красивейшую экранизацию смотрим 4 января в 22.00. Если живешь с нами, должна стать такой, как мы. Я должна стать гномом? Нет, разбойницей. Я же ясно дала понять, я не согласна на грабеж. А если красть у королевы? Сама знаешь, она злобная. Пора ее остановить. Ты этого хочешь? Ну и я вам вставлю условия. Все, что награбим, возвратим бедным. Праздничные киноленты – это не только «Один дома», «Карнавальная ночь» или «Сага о Гарри Поттере». 5 января подбрасываем дровишек в новогоднее настроение. Вместе с комедией «Любите куперов». Мы познакомимся с большой американской семьей, которая весь год живет порознь, но единственный вечер в году проводит вместе. Все ждут от праздника положительных эмоций, даже не подозревая, что этот день изменит их жизнь. Как пройдет Рождество у куперов, увидим во вторник в 22.00. Я знаю, что загадали многие свободные девушки в новогоднюю ночь. Ну, конечно, найти свою вторую половинку. А что, если возлюбленный окажется ангелом? Вот и студентка Саша с большим трудом верит, что такое бывает. Небесному созданию Серафиму приходится приложить немало усилий, чтобы доказать ей, что они существуют. Но он-то не учел одного. Если девушка поверит, то, скорее всего, она влюбится. Ленту «Мой парень-ангел» смотрите в 10 вечера, 7 января. Ты кто вообще? Ну, то есть, занимаешься чем? Я ангел. Понятно. Я тоже. Бываю иногда. Отголоски событий прошлого года, безусловно, не покинут нас и в 2021-м. Поэтому приглашаю вас на просмотр телевизионной версии большого галопредставления к столетию советского цирка. Уверяю, это безопасно. Вы увидите уникальное шоу. На манеже московского цирка Никулина встретятся представители разных цирковых династий и звезд отечественного шоу-бизнеса. Вас ждет встреча и с легендарными клоунами. Хорошего вам настроения. 8 января в 19.45. В Новый год так и хочется добра, чтобы все проблемы закончились и взяло свое начало что-то доброе. Картина все только начинается. Хоть и не обнадежит нас, но точно разодорит. Некогда блистательный адвокат преступных группировок зажигает на роскошной вилле, устраивает безбашенные праздники и превращает будни в яркий джаз. Однажды под Рождество на виллу приезжает экс-агент ФБР и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается. Вслед за агентом на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие старый зуб на наших героев. Да, вечериночка точно будет жаркой. Смотрим ее. Если это все того стоит, то, от счастья, благодаря моим стараниям, думаю, я заслужил кусок этого пирога. Сколько ты хочешь? 10%. А если я сохраню твое поле для гольфа? Минутку. Его же взорвали. Пожалуйста, можешь взять его часть. На этом у меня все. Проводите свой домашний досуг интересно. Заходите на официальный сайт www.lrt.tv и подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Приятных вам праздников и семейного уюта. С вами была Анна Троян. Счастливого Нового года и Рождества. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова